Сейчас я хочу вам рассказать о том, что все-таки эти вот четыре фигуры, четыре ипостаси, это слово, я немножко над этим зависаю, роли, потому что все эти слова, они немножко ограничивают, и я хотел бы, чтобы это было много слов, роли, ипостаси, состояния, статусы наши, архетипы и так далее. Но это в каком-то смысле более сложная информация, я попробую сейчас достаточно просто. Первое, я хочу сказать, что вот четыре вот эти структуры, это вот, я с вашего разрешения буду рассказывать больше о женских, хорошо? Это первое, девочка, то есть в душе каждой из вас есть присутствующие, есть такая структура, это девочка, это любовница, это хозяйка и это королева. И они как-то соотносятся, и они могут быть в благополучном, в хорошем взаимодействии сочетаниями, а могут быть в сложном и даже в тормозите развития человека, вызывать у него внутренний конфликт и соответствующие все последствия с ними связанные. И хочу сказать, что они по-разному сформированы у каждого, то есть есть более сформированные, есть менее сформированные, есть более проблемные части, есть менее проблемные части, но есть они у всех, все, да, все четыре. Это классическая структура нашей личности. И когда мы будем делать модель для тех, кто закажет, мы увидим, хотя бы так, слегка извне, и часам заказчик увидит, в каком состоянии, что с этой частью, которую мы условно называем, условно подчеркиваю, это девочка, любовница, хозяйка и королева. Я очень больше расшифрую, потому что у вас, скорее всего, за этими словами, за этими такими метафорами свой собственный смысл. Ну, я сталкивался, что королева – это вот такая одетая особая женщина, на шпильках, вот эта королева. Ну, это не совсем то, что на самом деле проявляется в человеке, может быть, частично в каком-то смысле, но основной смысл немножко иной, я попробую сейчас вам его раскрыть. И это в каком-то таком значении еще и связано, может быть, кто-то любит, читал книгу Гаррика Берна «Люди, которые играют в игры» и «Игры, которые играют в люди». То есть, это чаще всего внутренний ребенок, а вот это чаще всего внутренние родители. И вот здесь, по идее, мы должны сформировать взрослого. По идее, ну, на самом деле, да, мы можем, у нас эти уже есть части, но они могут быть еще, ну, не стать взрослыми. То есть, мы-то, как бы, да, еще пока что на пути к этому. Ну, и вообще, само по себе, да, вот эта часть взрослого, она формируется. Она не от рождения дана, она потенция, возможно, принана. Хорошо. И еще хочу сказать, что это еще и возрастные периоды. Девочка, ну, где-то до 14. Да, вот это вот, то, что связано с родителями, отношениями. Потом любовница, ну, период, скажем, когда мы проявляем интерес к противоположному полу, задумаем о том, какие мы, ну, какие мы, в данном случае, какие вы, да. То есть, вы думаете о себе, какие вы красивые, привлекательные, сексуальные и так далее. То есть, вот это вот еще до создания брака. А это одна, кстати, вот сейчас немножко буду уточнять, потому что любовница чаще всего ужас-ужас, да. И связано с определенным, да, таким статусом, я когда сказал. Ну, любовница, это вот теперь не жена, да. Это вот другая женщина, живущая немножко специфично, да, нарушая какие-то правила для части женщины и так далее. В общем, это еще и любящая своего мужа женщина, да, то есть любовница, любящая своих детей мама. Это тоже ипостась любовницы, вот она там, да, любовь, она многообразна. И интересно, что мы как бы параллельно, когда мы уже создали семью, да, вот мы все-таки сначала любовница, но, когда уже создали семью, мы там и любовница, ну, извините за это мы, пусть меня не обвиняют там каких-то, придется мне повторять это слово прилично. Мы одновременно становимся и хозяйками, да, то есть, как минимум для этой маленького хозяйства, да, для этой маленькой экономики, да, домашнего хозяйства. И получается, что где-то вот мы, когда доставим, то мы отсюда выходим как бы на две функции, на две стороны. Это любовница, здесь хозяйка. Поэтому, кстати, часто бывает, что в модели, в личности человека, хозяйка и любовница хорошо себя чувствуют вместе, да, как бы это у них получается, или не очень хорошо, во враждебных. То есть, либо хозяйка, да, либо любовница. Ну, есть женщины очень говорят, я создана для любви. Все. А какие-то вот, в принципе, вот они классные хозяйки просто, да, вот эта вот мудрость, да, хоть к сердцу мужчины лежит через желудок, правильная мудрость, в принципе, да, но как бы не исчерпывает всех тех радостей, которые могут быть, да, и, я считаю, желательно, чтобы были в семье. То есть, мы как бы расходимся сразу же, да, как только вступаем в брак. И, в принципе, вступление в брак для наших предков, я немножко обращаю внимание на смысл слов, означало, что мы стали взрослыми. Потому что чин мужа, да, мужчиной становился, вот он был юношей, да, и так мог на всю жизнь остаться юношей. Ну, наших предков, да, то есть он не имел прав, он не имел возможности, там, голосовать во время вечи. Он становился мужем, мужчиной, понимаете, да, то есть вот сейчас мы это слово немножко иначе используем. А тогда вот это означало, что он женился, он в браке. Ну, и тоже женщина, да, то же самое, чин женщины, жены, да, вот она в браке. И дальше, в принципе, происходит у каждого по-своему, ввиду уже современных реалий нашей жизни, кто-то в хозяйке реализует себя в домашнем хозяйстве, а кто-то в качестве хозяйки реализует себя в социуме. Ну, то есть она, например, зарабатывает хорошо, у него высокая, да, там, должность, бизнес свой, свои какие-то достижения, и она, как бы, вот здесь это социальное становление происходит, это семейное становление, нет социальное. Ну, вот женщина, она крепко стоит на ногах. Как бы раньше было так, что, в принципе, она должна была внутри, за это внешне отвечал мужчина. Ну, про тех, да, ну, сейчас уже реалии другие, ну, поэтому смотрим со сноской на то. Вот, и того не вернуть, я вот там на одном телевидении, да, у меня традиции, традиции, ну, не вернуть этого, надо просто смотреть жизнь такая, какая она есть. Она так устроена сейчас, мы не сможем сделать так, чтобы женщина сидела дома, только те, которые этого хотят, например, да, вот сидела дома, занималась хозяйством, а мужчина, вот, да, там, зарабатывал, приносил, мало-то. Ну, то есть, в данном случае, как бы, сейчас женщина тоже в этом реализовывается, во внешнем мире, в социуме, да, то она там становится, не знаю, начальницей отдела, там, корневником банка, премьер-министром. Понятно, да? Понятно, да? То есть, у нее такая маленькая страна. Ну, опять же, в нашей современной жизни, к сожалению или слава Богу, как бы эти связи разорваны. Ну, по сути, это королевство, как вот, королева, как в Великобритании. Есть, но не брает. То есть, пользуются уважением, к ней прислушиваются, какие-то вещи, ну, да, вот, не делают, потому что королева есть. А так вот, в принципе, реальной власти нет. Понятно, о чем нет? И вот вы сейчас, то есть, это были части, есть части души, но каждый из вас сейчас находится в каком-то из этих этапов, правильно? То есть, кто-то еще на этапе, ну, наверное, в чистом виде, да, здесь девочек, как бы, нет, вы уже прошли его по возрасту, да, то есть, ну, психологически еще можете там находиться, да? Вот попали в стадию, вот, уже, возможно, отношений до семейных, да, и, ну, опять же, тоже в каждом виде. По сути, по возрасту, наверное, только я, и, может быть, еще кто-то, у кого-то есть внуки, да, точно. В данном случае, я думаю, что нет, да, то есть, вот еще в это вы не попали. Я сейчас объяснил, это одно из значений, это как бы периоды жизни. И еще очень важно, что в этот период жизни, перед нами каждый период ставят определенные задачи, мы их должны решить, мы их должны, там, какое-то противоречие для себя решить. Если мы его не решили, то мы подвисаем, ну, точнее, какая-то часть подвисает. Она вот здесь остается, например, да, в девочке, а остальная пошла по жизни, ну, как возраст уже давно, и замуж надо, и на работу идти, и все остальное пошли. То есть, одна часть вот здесь подвисает, она что-то не решила для себя. Ну, например, она не отделилась полностью от родителей. То есть, вот на этой грани должно произойти разрыв. Ну, такой хороший разрыв. Ну, то есть, вот я вырос. Я вас, родители, люблю, но я уже, да, взрослый. Я думаю о своей жизни самостоятельно, все решаю сам, и так далее. Вот так далее. Но некоторые люди не решили это противоречие. Оно, кстати, очень сильно сказывается на выборе партнера, потому что, если это противоречие не решено, то оно очень сильно влияет на то, что мы, попадая в отношения, ну, например, хотим быть, вот если я там от мамы не оторвался, то я в отношениях буду хотеть от жены получить мамину. То есть, ну, ну, хочу, ну, ну, я же еще тут немножко подвис. Точно так же и девочка, да, если она чуть-чуть подвисла, ну, каких-то своих... Ну, инфантилизм, да? Ну, да, это психологи называют инфантильность, ну, не вызрела, ну, какая-то часть не вызрела, потому что бывает, да, вот смотришь на человека, какая-то часть, ну, вот это уж как раз и есть эта девочка, да, вот она хочет быть девочкой и периодически как бы переключается на это состояние. Но, остальные, там, раз за бизнес. Такая бизнес-вума, он просто, там, от идеи, то есть несет, да, настолько динамично несет. То есть, в принципе, это структуры внутри, они могут нас немножко вот тут удерживать. Поняли? То есть, сейчас вы для себя же поняли, где-то, я думаю, где-то вот здесь между этими находитесь, да, свой возрастной период осознали. И еще хочу сказать, что кроме того, что мы там подвисли, еще есть такой момент, что каждый возрастной период к нам приносит определенные функции. Но эти функции нам нужны всю жизнь. То есть, первое, это вот здесь функция на всю жизнь, но она понятна. Расти, развиваться. Ну, есть представление, что рост там, да, какого-то возраста, не знаю, 18-21 или старше, все, ну, типа, рост закончился. На самом деле мы растем всю жизнь, мы развиваемся всю жизнь. Есть там, конечно, периоды эволюции, когда мы до какого-то подъема доходим, да, называют его там Ахме или пик жизни. Видите, даже я пытался подняться вот. И потом, конечно, мы стареем. Ну, что бы сделать? Мы стареем, может, мы начинаем немножко, да, сворачиваться в наши, по крайней мере, физиологические функции. Вот психические, да, вот, наши знания могут оставаться еще на расцвете. И наоборот, даже в каком-то смысле еще дальше развиваться. То есть, мы развиваемся всю жизнь, но тело потом нас все-таки, к сожалению, приводит к закономерному, извините, грустному концу, да. То есть, мы растем все время. А теперь посмотрите, что у этой вот модели, которую я нарисовал, да, в принципе, все три совпали. Я вам уже об этом говорил. А одни не совпадают. Так вот здесь, и я хочу это, чтобы вы взяли себе так вот это слово. У нас любовница, да, вот. Ну, слово такое, я бы, знаете как, я бы его переделал. Пусть останется любовница. В широком смысле, да. Связанная с любовью. И, связанная с любовью, это как раз сугубо женская, да, потому что это знак Венера, богини, люди. Правда? Кто будет спорить? Это как раз здесь мы разделяемся по полу. Особенно в современном обществе. Больше уже нигде. Понимаете, да? Ну, если вдруг, в принципе, там, женщина, борющаяся гендерное равноправие, она меня из-за этого бы, конечно, закипала. Ну, ну, да. Вы понимаете, да? То есть, что вот здесь только. Вот, может быть, бизнесвумен настолько крутая, что просто, ну, там, мужчина любого запросит. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот здесь мы, это любовница и возлюбленная. И вот это больше нравится. Притом, это может и к маме иметь отношение, да? Любящая мама, любимая мама. И к женщине, которую. Ну, больше, наверное, все-таки к женщине, да? Возлюбленная, любимая. А вот мужское, мужское, я, как бы, опять же, по аналогии, да, вот здесь воин. Ну, опять же, это Марс. Планета Марс, да? Планета, бог войны, бог агрессии, бог, ну, такого, боевитого. Но лучше бы, чтобы для женщины муж был героем. Более правильное, более точное название этого, да? Героем. И вот ты мой герой. Да? Угнулся. Кто-то кисло скребет. То есть, вот в этом, да? И функция какая? Здесь функция расти. А здесь, может быть, вам прозвучит тоже так, ну, до Горошева. Взаимно удовлетворять потребности. Да? Взаимно. И вот юмор-то в чем, что я так думаю, что лучше всего могут именно мужчина с женщиной. Основные потребности, да? Взаимно удовлетворять потребности. Но есть такая особенность. Смотрите. Рождаемся мы, животные. У нас четыре основных инстинкта. Три инстинкта. Их трансформируют в процессе всей жизни. С рождения. Ребеночка учит ложечкой кушать. Да? Вот он. Не руками. Да. И приготовленную пищу, не сырую. Камешки не грызть. Песок не грызть. Хотя иногда полезно. Там мел не грызть. Все инстинкты получают культурную обработку. Нормальную, естественную, да? Кроме сексуальную. К сожалению, ввиду особое... Мы находимся все-таки в сфере европейской культуры, христианской культуры. Где, по моему мнению, сделан большой ляп. Я не знаю, кто внес этот вирус в эту религию, да? И это отдельная тема. Ну просто это самое. Но почему-то это считается стыдным, неправильным. Тема, которая обходится. И вот здесь, да, это же пубертатный период, когда половое взросление. Связанные с этим запреты, связанные с этим какие-то недоразумения, да? Там ужасы, ужасы, что-то самое, дай бог, подоли, пронесенши, еще какие-то там такие вещи, в общем, да. Они, в принципе, остаются проблемой иногда на всю жизнь. То есть неправильное, да, восприятие своей биологической сущности и неумение ее использовать так, как можно и нужно в обществе. Потому что это энергия. Вот она здесь энергия, понимаете? Вот это. Здесь наше «хочу». Вот «хочу», вот просто «хочу», да? У меня еще нет возможности ничего. Ребенок «хочу купить мне эту игрушку, что иначе». Он хочет на полную катушку. Что мы его? Нельзя! Ну так далее. То есть мы его ограничиваем. Но иногда так ограничиваем, что «хочу» умирает. Тогда он перестает расти. Ну вот они вот. Вот здесь очень важная часть, наша такая. Это я опять вернусь к девочке. А здесь нужно, вот здесь, кстати, вот эта стадия, она называется «нужно». То есть есть у тебя сексуальные желания, да? Их не нужно подавлять. Они основа твоей энергетики, твоего магнита, который последний тренер. Твоего магнита, благосостояния и удачи. Если ты будешь подавлять и бороться сам с собой, просто проиграешь, да? И ничего в жизни особо не достигнешь. Ну, нужно научиться это. Сублимировать этого Фрейда, так сказано. То есть трансформировать те формы, которые здесь приемлемы. Которые общество, в принципе, ну признают. Ну, кроме репродукции, это имеется ввиду детей рожать, да? Есть и другие формы сексуального проявления. Ну, например, это быть красивым. Да? Согласны? Это одно из интересов. Быть красивым, быть сексуально привлекательным. У многих тоже здесь, именно на этом уровне проблемы. А если хочется именно секса? Ну, как сублемировать. Хочется секса? И партнёк. Ему тоже хочется. Если хочется секса, делайте это, да? Вообще-то, смотрите, тоже секс это часть культуры. Просто, знаете как, есть примитивные формы проявления. А есть камасутра, искусство и часть культуры. То есть, я не говорю о том, что здесь всё нужно сублимировать, да? Но я говорю о том, что у нас, к сожалению, это всё просто сдерживается. И потом оно нам создаёт кучу проблем. Из-за того, что оно... Либо, вообще, у кого-то затушено. Задавлено, да? Запрещено. Иногда прорывается, непонятно, на каких таких формах. Ну, и тогда... Ну, нету энергии жить. Ну, что ж... Итак, на этой части мы как раз взаимодействуем в такой сфере, в таком наша функция. Следующая наша функция, это у нас функция становления. Ну, я... Крепко стать на ноги, да? То есть, в принципе, стать независимым. Ну, чаще всего, это материально. Ну, и психологически, да? То есть, я хозяин своей жизни. Становление. Вы все знаете зависимость, да? Если вы, например, вышли замуж, а у вас и квартира не своя, и денег не хватает, а тут родители, ну, родители мужа и жены, да, между собой никак не помирятся, и капец, эти вроде поженились, да, но вот эти вот дерганины с разных сторон, он менее не подобается твоих человек, да, а она же не прибираю, она не готовит кушать, и все. Получается, что вот эти родительские семьи, по сути, эту пару и разрывают. А что он у нас может, ну, сохранить? Когда мы сможем от них отделиться? А когда мы сможем от них отделиться? Ну, когда вот мы станем хозяевами своей жизни, да? То есть, мы сможем сами обеспечивать основные свои потребности, независимо от родителей. Ну, кто-то настолько хорошо, что независимое государство. И последнее, по поводу чего, как вот, если тут мужскую нарисовать, сильно бодаются во всех сферах, это владение. Ну, в одном из самых простых аспектов, это кто в семье главный. Самый привокативный вопрос, который я задавал студентам, когда была свободная рынка, кто должен быть в семье главный? И группа резко разделялась на мужчин и женщин. Маленькие были. Иногда дети главные. Это ошибка была. Это еще хуже. Маленькие, да. Маленькие были группы, которые говорили, давайте померимся. Типа, ситуативно. Обычно. Пацаны, да. Мы. А девчата, вы. А вы комедию с одерцами в это время? Я пытался показать, что смотрите, что происходит. Вы еще и в брак не вступили, а у вас уже война. Вы уже настроены друг против друга. Вы же все хотите. Я первоначально задавал вопрос. Я первоначально задавал вопрос. Кто хочет жить в браке? Они почти все понимают. Кто хочет прожить в браке всю жизнь? Почти все понимают. Они вроде бы все соответствуют. А потом я задавал вот этот вопрос. Вы видите, вы по этому вопросу можете разойтись. Это вопрос владения. Здесь, в принципе, владение в более широком смысле. Это имущество и все остальное. Но в принципе, кто главный в семье? Сфия это тоже, можно сказать, объект, который движется. Если вы на перепути, кто-то все-таки должен принять решение. Пусть 50 на 50. Но кто-то должен принять решение, куда все-таки вы повернут. Потому что так и будет. Один одну, ту сторону, другую, другую. Я за равноправие вообще-то. Но все равно должно быть решение. Иначе мы как Буриданов осел, который, говорят, сдох. Это, конечно, шутка. Осел бы сажал и то, и другое. Что ему тут положили одинаково вкусное осело. И тут положили одинаково вкусное осело. И сдох. Ну это такая метафора, конечно. Что нам все-таки нужно принимать решение. И в этом случае кто-то должен принять решение единолично. Лично, да? Ну, в паре нету троих. Хотя не знаю, некоторые сейчас создают. Вот когда трое, можно проголосовать. Тогда получится большинство. Ну ребенок вот часто бывает. Да ну ребенок не должен голосовать. Трое равных должно быть. Трое основных. И теща не должна быть. Хорошо. Я думаю, что я еще скажу вам, что это статусы в жизни. И по статусности мы часто болимся. Я скажу за вот эту статусность. Но для меня было удивлением в свое время. А сейчас я думаю, чего же я удивлялся. На самом деле, когда женщины хотят быть красивыми, они это делают не для мужчин. Первый человек для себя. Для других женщин очень часто. А вот она. А вот она. Я вот такая должна быть офигительная, чтобы среди них себя чувствовать уверенно. Иметь статус. Да? Кстати, вот это именно многие путают с королевами. Да? Я среди них королева Баагова. Вот такое. А на самом деле, это вот здесь, это любовница. Это вот соревнования в сексуальной привлекательности. А, ну а что мужики будут делать? Ну на ринг выйдут, как клички, да? Морду друг друга убить, да? Они там воины. Они вот это будут доказывать. Не, некоторые мужчины сейчас соревнуются. В губах, там, звери. Ну это, наверное, все равно, несмотря на всю свободу наших представлений, определенные такие исключения из правил. Хорошо. Вот я, в принципе, рассказал, так скажем, на теоретическую часть. Я думаю, было интересно, понятно, что теперь девочка, любовница, да, хозяйка и королева, это не какие-то такие, да, очень простые представления. А очень много-много всего здесь вокруг. И это очень много проявляется здесь. Ну, я буду, конечно, это учитывать, когда буду делать расстановку. Ну, а вам просто для интереса, да? И для того, чтобы... А вот это четыре основных функции. Вот, сейчас я вот так вот нарисую. Вот, мальчик, девочек. Вот в этих функциях мы же и ссоримся, или находим взаимопонимание. На вот этой части. На вот этой части. Ну, это сексуальная жизнь, любовные отношения, да, любовь. У нас все-таки мы, ну, я думаю, это достижение нашей цивилизации, расходимся по любви, да, и любовь нам тоже управляет в этих отношениях. Ну, и секс, то есть вот здесь, да, и отношения родительские. Родители по поводу своих детей. Но вот тут не должны, вот дети не должны быть главными, это точно. Это разрушит все. То есть вот этот, если это, ну, какой ребенок, ну, реальный, не внутренний, да, то он здесь не должен присутствовать. Это отношения по поводу хозяйства, денег, да, вот, плохосостояния, дом, машина, имущество. Все-все-все. Кто где работает, кто сколько зарабатывает, да, да. Как делятся денежки, да. Где ты берешь деньги в тумбочке? Ну, можно поставить в крест-накрест. Когда работает там взрослая, а второй работает ребенок. Тогда не могут друг другу набить общий язык. Или кто-то останется в позиции взрослого, а второй человек... Ну, это я сейчас не буду усложнять, потому что это вот я сказал, что это похоже на Эрика Берн, они по-другому предлагают рассматривать. Что многие вот эти функции соединяются не так, да, согласен. Могут быть как бы, да, вот, ну, как может эта часть и зарабатывать доллары. Ну, может там, сейчас есть такие сайты, да, там, где между нами сексу, да, показывают там, как они себя удовлетворяют или еще что-то. И зарабатывают, ну, намного больше, чем я, например. Ну, то есть она, она на работе, понимаете, да. Ну, то есть, как бы, да, эти роли смешиваются и, в принципе, ну, как вариант личного выбора, да, но она ждала нас осознавать, да, что происходит. То есть, где она, в какой роли или какие тут роли слепились вместе. Я такой примерно на них хорошо привел, да. Не жесткий какой-то, да. Ну, вы это вообще про другое привел? Я про другое. Ну, кстати, хорошая коммуникация находится между взрослым и взрослым. Ребенок-ребенок. Если идет коммуникация, ребенок-родитель, это всегда, убери носки, что ты их все время теряешь, да, там. Просто есть сейчас так много таких пар, могут меня сейчас окружать. Просто на улице троллейбусе маршрутки. Просто они у меня сейчас все перед глазами возникли, когда я увидела вот эту. Жень – королева, а мужчина – на уровень равных. Если сейчас ситуативно я в ребенке, да, то пригласить мужа поподорачиваться вместе, а не ждать, когда у тебя наставление. Ну, то есть… Хорошо, спасибо. Я это расцениваю как-нибудь какое-то дополнение. Вопрос, то действительно, вы знаете, вот это отношение равных. Я могу дальше пойти, ну, просто, да, этот тренинг в формате light, он вообще в 8 часов мы делаем за 4 часа, поэтому я не раскрываю все детали. Ну, если мы уже задали вопрос, то, в принципе, желательно создавать пару – это отношения равных. Потому что отношения, ну, например, вот такие, да, он, например, большой, одна маленькая, да, это, в принципе, дезармоничные изначально отношения. Неравный брак, так называемый. Ну, обычно это связывает там с социальным положением или имущественным, но психологически, да, то есть они должны быть примерно равными по силе психологически, по энергетике, ну, желательно, да, по культуре и так далее, и так далее. То есть самое главное – это психологическая составляющая нас, да, неважно, какой у нас статус, там, если муж зарабатывает очень хорошие деньги, а ты, например, на носочки, на чулочки, как говорится, то есть этого роли не играет, а самое главное – как энергетически мы подходим и как мы можем себя выдерживать в энергетическом, психологическом плане, да? Ну, в данном случае, о какой, о какой части мы сейчас говорим, о какой функции? Например, вот, мой молодой человек, он зарабатывает намного больше, чем я, я по сравнению с ним зарабатываю очень мало, вот, но энергетически, как бы, в плане общения, о какой ты сейчас функции говоришь, там, девочка упомнится, с позиции, ага, что тебя волнует? Равная, что или неравная, да, что ли? Вопрос не в равности, просто и в вопрос, я прошу Машу ответить, мне важно, чтобы она поняла, и остальные тоже, наверное, назовите. Вот, о какой сейчас функции идет речь? Наверное, функции социальной, там, где… Хозяйка? Хозяйка, да. Вот, вот это вот. Хозяйка, это… Можешь ли ты быть хозяйкой, когда ты даже мало зарабатываешь? Чувствовать себя, да? Уверенность рядом с ним? Да. Ну, а второе, когда прозвучало в разговоре, сказал об энергетическом равенстве. Энергетическом, то есть, имеется в виду больше не материальное, а… Что происходило раньше, и к чему мы, если идем, то идем в западном варианте общества, да, где женщина платит за себя в кафе, ну, все, да, она должна, перед тем, как выйти замуж, она вообще должна состояться, да, как лично. Выходит сейчас 35, ну, вы же знаете, да, то есть, ну, сейчас у нас это пошло, я многих таких вижу, и вполне нормально это принимаю, да, то есть, если она, конечно, вышла, извините, в 17-18 лет, то как она может зарабатывать, да, и стоять себе крепко на ногах? Ну, это же нереально, ну, у нее ребенок появился, все, все такое. То есть, раньше был обмен между этими функциями, и он считался женско-мужским. Мужчина отвечал за это, я с этого начинал, да. А женщина отвечала за это. Она сохраняла ему гнездо, да, создавала, сохраняла гнездо, да, давала ему какую-то свою энергию, да, любви. И он так раз и побежал за мамонтом, да. Притащил, а ты мой герой. Ну, я шучу, в этой шутке есть доля шутки, а все остальное правда, да, то есть, вот, раньше был такой обмен, а сейчас, вот, в чем сложность в том, что сейчас многие женщины… Приходит женщина, которая говорит, например, что я вот до этого, блин, ну, там, не знаю, с королем Монако встречались, да, а сейчас сижу с ребенком. Конечно, ее рвет. Ну, вот так вот. Ее рвет, потому что она вот здесь уже почувствовала вкус хозяйки, она почувствовала себя там уверенно, она там классная. То есть, она работала на такой должности, где она могла общаться с королями, а теперь вот она родила, и все, и весь ее… Не, ну, я о реальном короле, то есть, он только говорит, ну, молодец какой-то. Человек общался с королями. Ну, вообще, если говорить о том, кто сколько зарабатывает, да, то это все-таки функция хозяйства, да, хозяйка, хозяин, хозяйка. И вопрос в том, чтобы здесь правильно все соотнести, конечно, если мужчина будет использовать то, что он зарабатывает больше, да, Как повод говорить, что у меня тут власти не просто там, не знаю, плюс один, да, то у нее 49, а у него 51 процент, да, вот. Контрольный пакет. Да, то есть, а у него 51 процент для решения. То есть, если он больше цена, то тут, да, молодец, ты добыча и все. Ну, наверное, можно так, я думаю, кто тут против? Соглашаетесь, что так можно, что вы отдаете ему какое-то вот… Один процент, что у него больше власти. Это того стоит? Стоит, да? Ну, посомневались, но… То есть, вот такой вариант. А если он говорит, извини меня, ты тут вообще 5, да, а я тут 95? Да, ты никто, завод тебя никак… Это самое… Ну, к чему это приведет? Ну, скорее всего, что женщина уйдет, в конце концов, да, или наоборот. Это больше от человека зависит, да, как он себя позиционирует, что если вот у него есть больше денег, он нормально относится к решению ситуации. Я хочу сказать, да, это зависит от человека, от уровня его культуры, от понимания вот этих законов, понимаете, а потом она от него ушла, он… Как же ж так? Я с тобой был счастлив, ты моя единственная, да? Ну, а шо ж ты… Все напасно. Что ж ты делал? Для этого и проводится тренинг. Они ничего же не могут в ситуации, когда он говорит, да, я больше зарабатываю, но я тебя ценю, и ты моя хозяйка. Ну, он ей дает этот статус. А у нее самой, она себе не может этот статус позволить, пока она не достигла финансового уровня. То есть, от женщины тоже зависит, насколько она… Еще по поводу хозяйства. Нужно интересно знать, что слово «экономика» когда-то относилось… Это перевод с латинского «домашнее хозяйство». Ну, изначально, сама первая книга, это «домашнее хозяйство». То есть, как вести там хозяйство в семье. Понятно. Так вот, вот эта экономика, она же за эту экономику отвечает. Ну, если он ей деньги дает, в конце концов. То есть, тоже бывает по-разному. То есть, а он за большую экономику, где-то там. Они, в принципе, просто разделили сферы. Она внутри, он снаружи. Ну, это нужно понимать, что это все равно равное. И что он ценит ее действия. И что, а что ты там дома работала? Да ничего. Больше сферы. Тут, наверное, еще вопрос в том, что я как-то мужчина, ну, если за порыблен денег, или женщина больше. Я как бы, например, поднимаю трату этих денег. Ну, куда я их вкладываю? Вопрос. Ну, это опять же мы опустим. Мы сейчас переходим… Да, кто владеет? Один раз сказали, надо так тратить. Ну, партнер, наоборот, тратит деньги. То есть, раньше надо быть, еще двое деньги тратишь, ну, кто больше зарабатывает. Ну, как вот? В принципе, такой вариант подходит, 49 на 51? Если это мужчина зарабатывает больше. Нет. Ну, если мужчина зарабатывает больше, скажи, я хочу, чтобы я не продалить ставки. А она говорит, я не хочу. То ему не понравилось себе вопрос. Если она скажет, да, я хочу и так, и будет, ну, разумно, или наоборот, разумно тратить это. По тому принципу, по принципу того человека, который зарабатывает больше. Тогда будет все в порядке. Ну, опять же, вот эти доли, вот эти доли могут быть немножко другие, по-вашему, да? Как говорил Фрейд, люди могут заниматься любыми вещами, ну, есть просто действительно связанные с психическими отклонениями, перверзией, так называемой. В принципе, они могут заниматься любыми вещами, если бы им это нравится, да? То есть, если супруга принимает, что, например, вот у мужа 70%, у него 30%, да? Ну, ей так нравится. Ну, так, ближе к мусульманским каких-то, да, ближайшим. То им хорошо... Подождите, я отвечаю. Им хорошо вместе, не трогайте это, да? То есть, не надо улучшать то, что и так хорошо, да? Им хорошо. А они получают удовольствие. Своё, своё, разное. Ну, удовольствие, да? То есть, тут субъективное состояние, оно следитет. Ну, нехорошо. Всё. Но если вы с супругой, да, боретесь по этому вопросу, значит, нужно искать компромисс. Потому что, в принципе, опять же, да, ну, если посмотреть на точку зрения с экономической, так, её нет. Ну, не дай бог, но нет. Какую? Её. Она не выполняет, ну, её нет как, ну... Ну, функции, всё, она ничего не выполняет. За детьми, за хозяйством, за едой. Ты попробуй нанять людей, которые бы, вот, выполнили эту работу. Одного. Говорят, да, я сейчас тебя уволю. Вон там сколько бегает. Желаю. Да, да, да. Шанкаш. Да. Ну, я бы так сказал, что, ну... Такие вещи нужно заявлять осторожно, потому что, в принципе, может оказаться, что лучше её не было. Не только потому, что, ну, она такая была, как, да, это самое, а просто потому, что душа к ней привыкла. Потому что, в принципе, та, которая первая, она самая лучшая. Да, если ты привыкла, то тогда всё в порядке. Ну, нет. Ссорятся даже там, где есть хорошие отношения к людьмам. Ссориться-то, наверное. Не, ну, она такой серьги даже. Смотрите, ну, опять же, это как принцип, но хорошо, если обе стороны его примут. Воевать со своим партнёром, это почти как воевать со самим собой. Выиграть невозможно. Всё равно потом, да, вы временно можете победить. Быть наверху. Но потом через вот эту всю систему, да, ну, например, у неё, вы победили, у неё сексуальное желание попало. Ну и шо? Да? Ну, она может быть придавлена, придушена, там, имитировать оргазм. Но на самом деле, когда реально происходит, ну, оргазм у мужчин и женщин, притом, да, он совместно там, ну, не обязательно минутка в минутку, секунда в секунду, да, но так вот. То происходит энергетический обмен, обновляющий и женщину, и мужчину. Он получает вот это вдохновение, крылья за спиной, а если она имитирует, то он просто удовлетворяет, сбрасывает напряжение, да, и у него после этого только больше усталости и какой-то, ну, всегда как целую. Лучше, чем потом на самом деле произошло, да, там есть такое ощущение. То есть, я объясняю, что если мы здесь нарушим баланс, то мы нарушаем баланс везде, начинается дисбаланс во всей системе, оно так как-то встанет, пока не распалось, оно перестроится, ну, дисбалансно, да, то есть. И где-то она вам вынесет мозг, упадет в девочку, да, и вынесет мозг, да, и вы потом будете ходить, блин, качественные доски. Да, это одна система, поэтому все взаимосвязано, где-то больше стало, значит, где-то меньше стало. Вот это нужно помнить, это очень важно. То есть, путь, в принципе, обсуждать каждый момент и… Путь учитывать все эти сферы, да, то есть, и желательно и до того, как созданы отношения, да, то есть, вот, хотя бы четыре функции, но они комплексные, то есть, видите, то есть, их можно детализировать, каждую из них разбить еще на четыре, например, и так шестнадцать функций, наверное, более точно обсудить. И потом, чтобы было согласие, то есть, согласовать, как я вижу, как ты видишь, как это будет, да, вот. Сначала хотя бы попробовать договориться. Потом, конечно, в жизни вылезет, что так, как вы договорились, он не совпадает стопроцентно так, как вы хотели, да, как он вроде бы говорил. Ну, потому что, знаете, скажем, пообещать… Пообещать не жениться, да, так? Пообещать это одно, а выполнить это… Ну, бывает гораздо сложнее, просто мужчина пообещал, а ему не получается это выполнить, да, то есть, он пробует, а что-то не так. Ну, по крайней мере, у него было хорошее намерение, и он, если честный человек, он помнит об этом и старается его соблюсти, а потом уже способ, почему не получается, ну, это, опять же, ну, просто по проблемам, может быть, с психологами рассматривать, или самостоятельно пытаться обсуждать, искать этот ответ с супругой, и найти его, в конце концов, не оставлять. Ни одну сферу нельзя оставлять, скажем, да, занепанную, запущенной. В том числе, кстати, очень больная сфера является вот эта функция, это когда отношения родителей по поводу детей. То есть, вот, очень сложно, там очень перепутано очень, потому что, в принципе, женщина не без оснований считает ребенка своим, а мужчину биологически. папой, да, то есть, вот, пожалуйста, все, он. Я его забрал, ребенка, и буду сейчас использовать его как орудие для войны с тобой. Или там, знаешь, я тут лучше разбираюсь, каких воспитывать, особенно мальчика. Ну, скажите, что по поводу детей мы часто ругаемся. По поводу ремонта, классика жанра, да, это хозяйство, да, и по поводу детей, это вот, как воспитывать, что делать, что ты на него кричишь, а что ты на него не крикнул. Ты объясни, когда я должен крикнуть, когда головки погладить. У меня свои представления, как с мальчиками вести, да, когда кричат, что ему сказать. Я мужчина, он мужчина. Я лучше знаю, как мужчина должен себя вести. Хорошо. Сейчас я объяснил. Давайте еще, возможно, какие-то вопросы, которые вас интересуют. И Маша предлагает передавать, что делать.